Всем здравствуйте! Мы сегодня вдвоем По многочисленным просьбам подписчиков По одной многочисленной просьбе По многочисленной просьбе одного подписчика Здравствуйте, начинающий кроликовод! Да, мы решили снять видео о том, как у нас сейчас содержатся кролики Давайте сразу перейдем к делу Сейчас давайте я быстренько расскажу о конструкции клетки Тут все просто Вся клетка сделана из доски второго сорта 25 на 100 мм Пол у нее сделан из сетки Вот точно такая же, как в торце сетка Такая же на полу Но это неудачно, потому что Когда кролики становятся более-менее тяжелыми Они эту сетку рвут Но у нас ничего просто не было другого Поэтому мы поставили эту сетку Это перепелиная же сетка, да? Ну это перепелиная, которая у них в торце стоит На полу у них 10 на 10 ячей кроликов А здесь 25 на 25 Поэтому летом я планирую делать другие клетки Вообще другие Ну не совсем полностью принципиально другие А пол будет набран из обычных деревянных косых реек с промежутком 2 см там или около того Они более устойчивые и более удобные в эксплуатации Не надо тратиться на сетку Ну в торце оставлю сетку Сколько у нас здесь? Здесь у нас 5 самок сидит Ай, ты что кусаешься-то? 5 самок у нас здесь? Наверное самок, потому что мы их отсаживали Да нет, это точно самки Давно уже, летом В соседней точно такой же клетке В фиолетовой Там самцы есть А, ты ему поддон отдал? Да, конечно Самцы у нас здесь Привет, ребята! Они уже Толстяки На откорме сейчас находятся На крыше здесь обычно лишь шифера Остались обрезки, обломки Просто тут заложены так, чтобы вода не протекала к ним Отлично Подставки, они тоже из обрезков старых бревен Всяких там полежков И сшиты просто тоже той же самой доской по периметру, чтобы держалось Но это еще не все Да, у нас две отдельные клетки Это вот эта и там И есть одна клетка длинная Она состоит из двух частей То есть одна, но на две На две семьи Сейчас мы ее покажем Вот такая же клетка, ничего не особенного нет Только она двойная Длинная, на два отсека Ребята Второй отсек уже пустой, к сожалению Или к счастью, не знаю В общем, но там раньше тоже жили кролики Здесь заложено арголитом Потому что здесь маточник был А не самка вдруг окролилась Не вдруг, да Получайно так вышло Ну вот про этих товарищей я расскажу отдельно Потому что это случайно у нас так вышло Что они вообще родились Потому что у нас содержались одновременно две семьи По-моему, ну не две семьи, а как это называется Ну, самки и самцы Самки и самцы И мы не знали, что там есть самец И он оплодотворил нам самку Да, вот у нас было пять самок И среди них был один самец И он как-то вот одну самку нашел здесь Да, и в общем, родились они где-то в конце, наверное, сентября Или даже уже в середине октября В итоге мы уже даже, наверное, не надеялись, что они могут выжить Но решили их не ковырять И мы их не ковыряли где-то приблизительно месяц Они прямо там в нёздушке в своём лежали И грелись И кормились И в итоге, когда они уже начали выпрыгивать Мы только их считали в первый раз Ну да Там у нас сколько? Пять штучек Один рыжий, два чёрных А сейчас семь там штучек Семь разве? Как семь? Раз, два, три, четыре, пять Шесть Семь А, семь Привет, малыши! Вон какой рыжий красивый Вообще, прямо домой его хочется забрать Да? Ну покажи, какой ты красивый Вот какой ты красавец И все красивые вообще Да Зайцы у нас, поскольку они беспородные Никаких прививек мы им не делаем Ничего не делаем Они ни разу не болели Пока Да, ну пока Ну за сколько? Сначала с весны они у нас И ни разу не заболели И зиму пережили Тут, потому что вот разговаривал я с человеком Который держит больших зайцев Баранов Они вырастают помного Там по 10 килограмм Вот такие Он говорит, что они болеют Слабые какие-то Ну можно, конечно, купать Но мне кажется, что Мало людей, которые берут мясо Сразу 10 килограмм кролика Например, вчера Вчера мы продали кролика Да, вчера продали одного кролика И они были довольны Потому что он был всего там на кило 300 Небольшой, да? Он ладует Они раз и все И взяли Не на три тысячи одного зайца А на 500 рублей И ушли довольны Заказали еще трех Ну что, осталось, наверное, сказать Чем мы кормим наших ребят Зайцев Мы кормим их Неправильно, наверное Я не знаю Мы И не было у нас особенной цели На этом специализироваться Вообще Изначально мы хотели Их выращивать сугубо Для себя Не больше там пяти самок Максимум будем огуливать Остальное все просто для себя Кормление В общем, кормление Летом мы кормили их Три-четыре раза в день Но только одной травой То есть мы косили постоянно С мешками ходили И давали Развлекались Да, развлекались постоянно Нынче год выдался Вообще ужасный Нам даже травы было не найти Мы ходили Черт знает куда Ездить на велосипеде А по иной раз даже на машине Потому что травы Вообще негде было найти Они же Они привередливые Да, едят сочную траву только Которая прям такая Мясистая Лапки, одуванчики Обычную осоку Не осоку Вот что тут трава такая Вот растет Метелка такая Да Когда мы летом кормили их травой Иногда давали им овса Одно кормление заменяли овсом Но это было где-то Один или два раза в неделю Мы давали им овес Просто чтобы они лучше там набирали вес И в итоге Некоторые самки набрали вес настолько Что одна самка зажирела И плохо кончила Да И у нее внутренние органы ожирели И поэтому Поэтому не надо экспериментировать Если летом есть трава Лучше кормить только травой А овес давать крайне редко Да Потом Давай про осень Я расскажу Осенью мы чем кормили Осенью мы кормили листьями опавшими Они замечательно едят Опавшие листья Вот у нас тут дерево есть Вот это вот здоровенное Что это за дерево, Саша? Я не знаю Вон там какая птичка сидит Обычное Вот с этого дерева Нападало очень много листьев И мы прямо сгребали Подушка лиственная была И они замечательно ели Эти листья А ну еще естественно Яблоками накормили Яблоки это понятно Да Яблоки они потом уже даже перестали есть Ну часть осени тоже травой кормили И овсом иногда подкармливали Сейчас Сложнее всего сейчас Да Потому что в этот раз мы летом Недостаточно сена для них Всех заготовили Мы вообще не планировали Столько зайцев оставлять Ну как-то так получилось Что забыли вообще особо их продать Никому И в итоге они все остались Поэтому сена нам не хватило Ну мы сейчас вот докармливаем Так иногда чуть-чуть Чуть-чуть совсем И в итоге мы сейчас как кормим Мы кормим их два раза в день С утра овсом Допустим Вечером батоном И Да у нас батоны Бывают такие Старый просроченный хлеб возят Да не он сейчас нормальный Не просроченный Это летом его покупать плохо Потому что он сразу плесневеет А сейчас он не плесневеет Ну не плесневел Ну он на день просроченный Не так что там ни месяц ни два Поэтому 200 рублей мешок большой Полный его набивают под завязку Его хватает где-то на месяц Мы знаем что нельзя кормить зайцев Хлебом, батоном и всем прочим Но нам их просто нечем сейчас кормить Да поэтому мы кормим их два раза в день Чтобы они не жарели сильно Кто-то там усиленно точит клетку И также мы Ты что делаешь? Даем им часто Еловые ветки Так вот Часто мы осенью особенно Ездили на машине в лес неподалеку Нагребали полный огромный багажник Битком его набивали Чуть уже что ли нагребали огромный-то? Ну а что на 11 вообще-то огромный И кормили их ветками Они еловые ветки Особенно взрослые зайцы Вообще прекрасно едят Они не то что иголки Они ветки вместе с ветками Вот сейчас Вы наверное слышите Они с таким усилием Точат свою клетку еловую Прямо Да ребята? Да Зимой обязательно Если вы кормите их Сухими кормами Вот как мы батоном и овсом Надо обязательно поить То есть Один-два раза в день Мы наливаем им воду Сейчас снег даем Когда уже снега почти не было Он запрессовался Недавно буквально Наливали воду Ну а так в принципе Наверное все Что про них можно сказать Растут они хорошо Непривередливые Ну конечно Есть они не суперпородистые Это наши кролики Потому что откуда вообще У нас кролики взялись Мы не сказали Нам родители Как раз маток отдали Потому что они Но они нам огуляли Огуляли заранее Пока мы еще не приехали Еще ранее весна Да, они уже родились И мы вот эти Вот это вот зайцы Вот эти зайцы Это все зайцы Которые родились летом Да Эти толстые зайцы Эти толстые приятные зайцы Ну что вы смотрите Всю клетку съели Вон что-то грызут Сломали, съели Вот что он ест Вот непонятно Вон смотри Как они потащили Да Клетку я буду Новую конструкцию Уже делать летом Потому что Вот это то Что сейчас внизу Под клеткой Это сено Помет Да Это все абсолютно Никуда не годно Я буду делать бункер Чтобы все это собиралось В удобную тару И потом все Уносить на компостную кучу А вообще посмотрим Как дальше дело сложится Ну все Да, все Пока-пока Пока-пока